Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертило десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, хотя прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим. И да возрадуются при лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены. Пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. «До будите сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходит над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». Призваны к совершенству. Эта заповедь, заповедь быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, является наследием святых всех времен и адресована она Христом сугубо своим ученикам. И для выполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате древа жизни, 12 раз в году, приносящего плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в ядоме нашего сердца древа жизни, мы стали рассматривать плод древа жизни в 12 месяцах священного года. По священным годам следует разуметь лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван возрасти в мир полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И в это нетленное наследие, сокровище крови Христовой, мы призваны входить через дисциплину 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего Креста с истиной Креста Христова. Сегодня мы продолжим рассматривать 4 месяц Томуз, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, искуплением Христовым. В Израиле в 17-й день 4-го месяца Томуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. В этом 4-м месяце совершался пост, а пост – это всегда слезы и скорби. И Господь сказал, что пост 4-го, 5-го, 7-го и 10-го месяца Он соделает радостью. При одном условии, если Израиль будет любить истину и мир, то вот этот пост, вот эти слезы смогут стать для нас радостью. И, конечно же, святые, наша цель для того, чтобы пост 4-го месяца, который говорил о том, что Моисей разбил скрижали Завета, должен стать для нас радостью. Но при одном условии, если мы будем любить истину и мир, а как показать Господу, что я люблю истину и мир Божий? Для этого милость должна встретиться с истиной, и правда должна облазаться с миром Божьим. «Когда я в своем сердце принял слово истины, и моя добрая почва моего сердца принесла плод правды, вот тогда я могу показать Господу, что я люблю истину и люблю его мир, и что я наследник мира и имею право на наследие, которое находится в этом четвертом месяце, и что для кого-то это слезы, для меня это радость. Почему? Потому что я открыл и распечатал это наследие, не через оправдание, а через оправдание, которое было утвержденное, и потом которое проявило себя уже в плоде правды, то есть в плоде Духа или в характере Христовом. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета – это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, или же учения, которое было против нас. Практически в событии этого поста представлен бы результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон Моисея и закон благодати. Закон Моисея, обнаруживающий грех и дающий силу греху, и закон благодати, лишающий силы этого греха и изглаживающий этот грех перед лицом Бога кровью Христа Христова. Оба законы сами по себе божественны, и взятые вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Однако прежде чем законам, дающим силу греху умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться свыше, то есть родиться от семени Слова истины. Как написано, «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иакова, 1 глава, 18 стих. «Только родившись от семени Слова истины, а не просто родившись в динаминации католиков, православных, баптистов, пятидесятников, то, что я родился в этой динаминации, вырос в ней. Это не говорит, что я родился от Слова истины. Наше рождение свыше происходит только тогда, когда я рождаюсь. От чего? От Слова истины. Поэтому то, что я родился у пятидесятников, еще совершенно не говорит, что я рожденный свыше. То, что я родился в семье католиков, совершенно не говорит о том, что я рожденный свыше. У Бога рождение свыше – это рождение от Его святой истины, а не то, что родил меня мой отец, батя, пятидесятник, когда меня родил Он, святой Бог, через свою святую истину. Еще раз. Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью, законом, умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. Восхотев, родил он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатками Его создания. То есть здесь говорится о рождении свыше. И когда мы рождаемся, то мы становимся перед возможностью, и не только возможностью, которая открывается для нас, а перед необходимостью, законом, умереть для закона. То есть уже сораспяться со Христом. Конечно же, следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от Семени Слова истины, от формата плода правды, взращенного нами из Семени оправдания. Так и существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. То есть вот здесь было достаточно много написано святые, достаточно много вопросов, которые возникают у нас. И, конечно же, чтобы получить этот ответ, необходимо прослушивать много-много раз то, чем учит наш пастырь, то, чем он проповедует сегодня, чтобы понять, каким образом мы можем раскрыть эти полномочия вот этого четвертого месяца, каким образом можно законом умереть для закона. Не каждый человек сможет законом умереть для закона. Для этого необходимо получить юридическое право. Для того, чтобы закон умереть для закона, необходимо, чтобы мы истребили учением Иисуса Христа, пришедшего в плоти, учение, которое есть в нашем сердце, которое против нас, в формате закона Моисеева. И это учение, если мы истребим, даст нам право только потом, когда мы учением Иисуса Христа, истребим учение, которое против нас. Мы получим только тогда законное право использовать закон и умереть законом для закона. Когда мы истребляем учением бывшее нас рукописание, то Писание говорит, он взял его Христа от среды и пригвозил ко Христу. То есть уничтожить учением, учение, которое было против нас, это Христос, распятый за нас. Здесь мы должны знать, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы в Иисусе Христе, и что нам необходимо только будет сделать, для того, чтобы наследовать все то, что Бог дал нам в Иисусе Христе. То есть у нас должно быть конкретное учение, которое сможет уничтожить другое учение, которое было против нас, или же, скорее всего, уничтожить его в формате врага, потому что закон Моисея, он против преступника. И до тех пор, пока мы находимся в младенчестве, в душевности, этот закон против нас, потому что он обнаруживает своего заклятого врага, ветхого человека, рабы которого и женами которого души наши являются. Поэтому мы должны понять, что мне необходимо сначала принять эту истину. И приняв эту истину, я этой истиной уничтожаю ту истину, которая в формате закона против меня, и делаю ее своим другом. И здесь необходимо, чтобы она была нашим другом, понять, что здесь открывается истина, что Христос сделал на кресте, кем Он для нас является. И когда мы поняли, что сделал для нас Христос, и кем Он для нас является, только потом мы приходим к второй фазе. Мы можем с законом умереть для закона. И здесь, когда мы умираем, Писание говорит, уже мы распинаемся со Христом. В первом случае, когда мы учением истребляем бывшее настройка Писания, Писание говорит, оно берет Христа от среды и пригвождает его ко Христу. И мы это поняли. И теперь второе, когда мы с законом умираем для закона, то оно берет меня от среды и в Иисусе Христе пригвождает меня ко Христу. Поэтому умереть законом для закона – это иметь всю истину, все познание в своем сердце обязательно. Вот пастор Дианакова приводил нам на примере Давида. Для того, чтобы ему законом умереть для закона, то есть законом умереть для закона – это взять меч Голиафа и уступить голову Голиафа. Вот если сказать, что как перевести «законом умереть для закона» – это мечом Голиафа отрубить голову Голиафу. «Надо получить на это законное право, чтобы снести эту голову». Саул сказал, «Извините, я не имею никакого права этого делать». Но Давид имел право. Почему? Потому что он учением уничтожил бывшее учение, которое было против него. Каким образом? Первое. Он пас стада своего отца. Пас овец своего стада. Богу это очень понравилось, то, что он пас мысли своего отца. И он послал пророка помазать его в цари. И он был помазан в цари. Но он не был сразу воцарен. В чем выражалось его право царства? Только в одном. Подойти к ручью, и когда проклинал и хулил Голиаф народ израильский, подойти к ручью, и те мысли, те стада, которые он пас, и которые стали гладкими камнями. Обязательно гладкие камни. Он взял гладенькие камни из ручья. Пять гладких камней. Это то, что ему было делегировано через делегированное посланничество человека. Это истина, которым пас в своем мышлении. И камушки, все истины, стали гладенькими. Он взял пять гладких камней из ручья. То есть, если у нас нет этих гладких камней, если они еще шершавые, если мы не работаем с ними, если мы не рассуждаем над ними, если мы пропускаем ячейки, не ходим на собрания, то, разумеется, они не будут гладкими. Он взял эти гладкие камни и положил в свою сумку, в свое сердце. И взял с собой пращу, кроткие уста. И пошел навстречу Голиафу. Побежал к нему навстречу. Взял свою руку и положил ее в сумку, в сердце. Достал туда камень. И этим камнем из пращи своих уст поразил филистимлянина. Как поразил филистимлянина? Я почитаю себя мертвым греха, живым же для Бога. И название несуществующей державы жизни, как уже существующую, это убивает филистимлянина. И он падает. То есть я в этом исповедании вместе с Давидом исповедую, кто есть Бог и что сделал для меня Бог. Я покажу на крест Христа Голиаф, смотри, что сделал Христос. И это его полностью сбивает с ног, и он падает. Но процесс не заканчивается. Теперь, когда я убил, или же показал, что я учением уничтожил то, что было против меня, оно лежит пораженное, теперь имею законное право законом умереть для закона, взять меч Голиафа и отрубить голову Голиафу. Он взял меч и отрубил голову Голиафу. И взял голову Голиафа, отвел ее в Иерусалиме, и сказал, теперь я никогда не буду говорить, а моя Библия говорит, а я так вижу, все, эта голова находится в Иерусалиме. Теперь я принимаю все то, что Господь говорит через Иерусалима с позиции ученика. Голова Голиафа в Иерусалиме по сей день. А то оружие, на которое уповал Голиаф, он положил в свой шатер. То есть здесь мы видим о том, что это оружие стало его помощником, он воевал посредством этого оружия. На Гидионе это было показано следующим образом, в двух жертвенниках, что когда Господь ему явился в Офрея Веязерба, когда он выколачивал пшеницу, то Господь сказал ему, Господь с тобой муж сильный. Он говорит, если Господь с нами, то, чего нас постигло все это, где все эти чудеса, о которых нам говорили наши отцы. И он говорит, с этой силой пойди победи Мадеонитян. И когда он понял, что перед ним стоит ангел Божий, он принес жертву Господу. Первое. Он принес жертву Господу и сотворил вот этот жертвенник. И в этот жертвенник это и есть как раз то, что он исповедовал, кем является Бог и что сделал для него Бог. Здесь он показал, что Христос был взял от среды и пригвозден ко Кресту. И когда он исповедовал это, он получил юридическое право теперь разрушить жертвенник Ваала, который был во дворе его отца Иоаса. Обратите внимание, только после того, когда мы поставили жертвенник и назвали его Иегова Шалом, это то, что сделал Христос для меня, он был пригвожден ко Христу за меня, мы получаем юридическое право теперь законом умереть для закона, или же отрубить мечом Голиафа голову Голиафа, или же теперь уже в нашем сердце разрушить жертвенник Ваала и стоящий при нем дерево. То есть стоящее дерево при жертвеннике Ваала срубить, это отрубить голову Голиафу, а разрушить жертвенник, это больше не уповать и не оправдывать себя делами закона. Поэтому после того, когда этот жертвенник Ваала был разрушен, он теперь ставит другой жертвенник, и на нем полагает два тельца. И уже в этом жертвеннике он показал, Господь, теперь я имею законное право законом умереть для закона и быть пригвожденным ко Кресту. То есть первый жертвенник Егова Шалом, это то, что сделал для меня Егова, Яхва, Иисус Христос. И второй жертвенник, где я становлюсь жертвой, но это происходит только тогда, когда я разрушу жертвенник Ваала, когда я законом умру для закона и перестану себя оправдывать делами закона. И буду постоянно смотреть на первый жертвенник, что Христос сделал для меня, и это позволяет мне потом что-то сделать для Христа. Поэтому два жертвенника Егова Шалом и жертвенник, в котором мы приносим наши два тельца, и начинаем утверждать наше звание и призвание. То есть это вот, я вспоминаю то, что Пасы нам показывал в своих трудах в пятницу. То есть еще раз, с законом умереть для закона, это значит, мы сораспинаемся со Христом. Но на этой привилегии пользуется очень мало людей. Для этого необходимо сначала учением Иисуса Христа истребить учение, или же закон, который против всех нас. А для этого он должен быть в нашем сердце, и он должен стать гладеньким камнем. То есть ручеек Святого Духа должен так поработать, чтобы мы поняли эту истину, чтобы она была очень ясно написана в нашем сердце, что он сделал для меня. И смотреть на этот корень, что Христос сделал для нас, и благодарить его за эту работу. Итак, этимология слов «правда, оправдание, праведный» и «праведность» на еврике содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывают, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы в Иисусе Христе, и что нам необходимо сделать для того, чтобы наследовать все то, что Бог положил на насчет в Иисусе Христе. И вот «правда, оправдание, праведность» — первое слово «правда», она говорит о том, кем является Бог и Его Слово. «Правда» — это святость, закон, завет, оправдание, праведность, закон, справедливость, заповедь, устав, постановление, суд, правосудие, справедливость, прямота, верность, истинность, постоянство, продолжительность, непреложность, истинность, истина, премудрость, сверхжизни, честность, искренность, чистота, воскресение жизни, свобода Христова. Это тем является Бог и Его Словом. Теперь второе. Что сделал для нас Бог? Он дал нам оправдание. То есть мы, что сейчас мы делаем, святые? Вот сейчас что мы делаем? Сейчас, проходя вот эти слова, «правда», «оправдание», «праведник», праведник. Праведность мы учениями Иисуса Христа. Это учение Иисуса Христа. Учением Иисуса Христа. Учением Иисуса Христа. Учением Иисуса Христа. Вот это то, что против нас делаем своим другом. Потому что, как пастор интересно показал, что Дидеон взял 10 слуг своих, что оказывается закон стал его другом, его слугою. И посредством 10 слуг разрушил жертвенник Ваала. Он взял меч Голиафа и говорит, Боже мой, лучше этого меча нету. Ведь он был призван убить Голиафа. А Голиаф его прятал. Обратите внимание. Он схватился за этот меч, потому что он знал, что это единственное оружие, которое сможет снести ему голову. Не меч, которым поражают евреи, а этот меч находится у него. Это закон. И когда мы законом умираем для закона. Смерти Господа Иисуса Христа. То это может его убить. То есть, когда мы, все наше естество погружается в смерть Господа Иисуса Христа, и мы умираем, как мы говорили, для этого мира, который погружен в это нечестие, в лице нашего народа, в лице нашего, дома нашего Отца и своих собственных желаний, это все проявление мира, вот этой программы ада, то вот мы именно делаем через распятие со Христом. Поэтому второе, это оправдание. Что сделал для нас Христос? Это учение Иисуса Христа, которое позволит закону Моисееву сказать, я буду твоим другом. Я говорю, ну, а как ты будешь со мной дружить? Ты закон. Он говорит, я буду святостью в тебе. Теперь, если кто-то хочет сделать зло против тебя, я буду тебя защищать так, как защищаю Бога. Я говорю, вот, подобного этому мечу нет. И всегда, когда была битва с опасными врагами, он бежал и брал меч, который лежал в освятилище у священника и говорит, дай мне меч, которому нету подобного. Он говорит, ну, это, конечно же, меч Голиафа, это закон Моисея, на который он уповал. Он говорит, сейчас буду поражать врагов, буду с закона умирать для закона, умирать для своего народа, для дома своего Отца и своих расслевающих желаний. Итак, оправдание, то, что для нас Бог сделал, это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же неуменение греха, это взятие в собственность и в удел Бога, это усыновление и воскресение из мертвых. Это то, что Он нам даровал в оправдании. Теперь, какими должны быть мы в Иисусе Христе праведными, а это значит, святой, угодный и невинный, непорочный, честный и справедливый, свободный от клятвы и проклятия и несвязанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, принятый, находящий благоволение Бога, чтущий Бога десятинными приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова. Этот человек праведный. Ну, Писание говорит, праведный дотворит правду еще. Праведность, это уже правда в действии, как глагол праведность, это надежда и упование на Бога, вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает, это мир с Богом, основанный на завете с Богом, освящение своего посвящения, наблюдение правосудия Божия, явление святости в совершении правосудия, явление непорочной радости, пребывание в своем собрании, приношение Богу жертвы хвалы и также почитание Бога десятинными приношениями и показания в своей вере добродетели. При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. То есть необходимо в формате оправдания, а для этого формата необходимо, чтобы голова у Голиафа была снесенная и его меч был в наших руках, чтобы мы также отсекли ему эту голову. Это формат оправдания. И опять же, как проверить формат оправдания? Вопрос, скажите, пожалуйста, где в вашем естестве находится голова Голиафа? Все еще на плечах? Нет. А где? В Иерусалиме. Где? В церкви. А что он там делает? Она там в преклоненном состоянии, в отрубленном состоянии. Когда я прихожу в церковь, я принимаю сердцем то, что Бог говорит, и потом использую мои разумные возможности, обновленные смертью Господа Иисуса Христа для работы, чтобы потом исповедать веру своего сердца. То есть формат оправдания и формат служения осуждения. То есть когда Голиаф поражен, голова отрублена, и тогда это уже формат оправдания. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон духа жизни во Христе Иисусе. А праведный человек – это человек, чтущий закон о благодати, живущий по законам благодати и не погрешающий против законов благодати. И перед нами было поставлено четыре вопроса нашим пастырем, на которые, разумеется, он и дал обширный ответ. Во-первых, какими достоинствами Писание наделяет правду Божию в разбитых скрижалях Завета? Во-вторых, какое назначение правды Божьей призвано исполнять в сердце человека? Третье, по каким характеристикам следует определять правильного человека? И четвертое, какое главное назначение правды Божьей в сердце человека? Мы с вами остановились на вопросе четвертом – назначение правды Божьей в сердце человека. Ну и вот сегодня мы посмотрим одно назначение. Итак, назначение праведности в сердце человека, принятое им в разбитых скрижалях и утвержденных в новых скрижалях его нового сердца, направлено на то, чтобы утвердить корень праведников и вывести их из беды, обусловленной сетями зла, расставленными для него нечестивыми. Притча 12 глава, 12-13 стихи. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами у своих, но праведник выйдет из беды. Чтобы избежать сетей зла, в которые нечестивый желает уловить праведника, необходимо знать, хотя бы кратко дать определение сетям зла. И не только дать определение сетям зла, а также твердому корню праведника, благодаря которому нечестивый попадет в расставленные им же сети для праведника, а праведник выйдет из этих сетей. То есть, что такое сети зла? И нам пастор представляет семь составляющих сетей зла, в которые нечестивый хочет поймать праведника. И потом покажет в шести составляющих, что такое твердый корень праведника, который не позволит нам попасть в сети нечестивого, а наоборот, нечестивый упадет в свои же сети. Для этого необходимо иметь твердый корень. Но вначале поговорим о сетях зла, в которых хочет нас поймать нечестивый. И первая сеть зла, в которой нечестивый желает уловить праведника, это образ хитросплетенных им слов, которыми он пытается дискредитировать как нравственный облик праведника, так и исповедуемую им совесть, святость в учении Христовом. 2 Петра 1, 16 «Ибо мы возвестили вам силу, пишет апостол Петр, и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия». То есть здесь апостол Петр говорит, что все то, что мы вам рассказываем, мы в прямом смысле были очевидцами Его величества Иисуса Христа. И мы не прибегаем к хитросплетенным басням, как это делали многие. Уже даже во времена апостолов, то есть первой церкви, рассказывали басеньки разные, хитросплетенные. Поэтому здесь необходимо понять, что нас может учить только человек, который был очевидцем Его величия. Ну вы скажете, ну наш пастырь и апостол брат Аркадий, он не видел Иисуса Христа? Он видел Иисуса Христа. Почему же мы видим Иисуса Христа в Нем? Быть очевидцами, быть очевидцами – это значит раскрыть полномочия Христа в своем сердце, в своем мышлении, в своих словах, в своих поступках и во всем. То есть во всем должен быть виден Христос. Многие видели глазами Христа, но немногие были очевидцами Его. Очевидцами считается только тот человек, который похож на Христа. А люди, которые рассказывают басни – это люди, в которых нету Христа. Но это лукавые, нечестивые люди, и они через вот эти свои басеньки хитросплетенные хотят уловить людей. Хитросплетенные басни. То есть что такое басня? Басня рассказывает того, чего у меня нету. Как однажды один человек обратился к своему лидеру и сказал «помолись за меня». И он наклонился к нему и сказал «я не верю в исцеление». И тот умер. Этот человек, который сказал «я не верю в исцеление», это был один из людей, который прекрасно и душевно мог рассказывать стихи. Сестры хлюпали своим носиком и сморкали свои платочки, когда он рассказывал эти стишки. Это беззаконник, который совершил первое разделение в нашей церкви. Хитрыми баснями он влез в сердца святых. И когда человек, который оставил, будучи другом нашего пастыря, и пошел за этим обманщиком, и когда он умирал, а умирал он после того, когда подошел к пастырю в присутствие святых и сказал «где твой Бог?» Он говорит «тебе придется встретиться с моим Богом, потому что теперь эти слова, которые ты высказал, стали господами». В течение одной недели, пару недель он был похоронен. На следующий день ему стало плохо, ему обнаружили рак в мозгах. И он призвал своего пастыря и говорит «помолись за меня». Он наклонился и сказал «я не верю в исцеление». И тот повернулся и заплакал. Вот страшная участь у этих обоих. Страшная. Мы должны слушать того человека, который был очевидцем его величия. Это будет выражаться в моральном облике, в премудрости, а не в хитро сплетенных баснях. Это сеть зла. Вторая сеть зла, в которой он честиво желает уловить праведника, это аннулирование страха Господня толерантным отношением к беззаконию беззаконникам, возведенная враг любви Божьей. Римлянам 3, 13-18. Горта них открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноди их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. То есть, что такое сеть зла? Пастырь говорит, это аннулирование страха Господня. В чем оно выражается? В толерантном отношении к беззаконию и к беззаконникам. То есть, у нас должно быть компромисс, но у нас не должно быть толерантности. Толерантность – это когда мы узаканиваем беззаконие. Компромисс – это когда мы находим точки соприкосновения в том, что не является грехом. Мы пойдем на компромисс, но мы не должны быть толерантными. Третья сеть зла, в которой нечестиво желают уловить праведника – это не только подмена нетленного богатства тленным, но и возведение богатства тленного в ранг духовного достоинства. 1 Тимофей 6, 5, 6. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от этих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть, здесь нам говорится о том, что мы не имеем права подменять нетленное богатство тленным и тем более воздвигать нетленное богатство в проявлении какой-то духовности. Что, а ты не духовный, почему? А у тебя нет такого дома, как у меня. Да нет, в этом нельзя. Так даже нельзя говорить. Так даже нельзя говорить никогда. То есть, мы не равняем нашу духовность по тленному богатству. То есть, необходимо, самое главное, подчеркнуть здесь, быть довольным. Что такое быть довольным? Мы скажем, ну, довольны, когда я получил то, что я хотел. Вы знаете, я видел людей, которые недовольны и бедных, и богатых. Бедный говорил, вот мне бы такую машину. А богатый, когда получил эту машину, смотрит на нее и говорит, что-то мне этот свет не нравится. А у того челюсть упала вниз. Он мечтал об этой машине, а тому немножко оттенок не понравился. Дело в том, что что такое довольный человек? Довольный человек – это человек, который смотрит на нетленное богатство. И может быть и бедный, и богатый. Поэтому мы должны очень легко смотреть на такие вещи, которые нам не особо нравятся. Просто если бы показал, что будет с нашими домами лет через сто, с нашими машинами, мы видим, что случается с нашей пищей через пару часов. Вот примерно такой конечный и окончательный результат будет от того, где мы живем и на чем мы ездим. Приблизительно такое же. Поэтому, святые, давайте помнить, что тут нам апостол Аркадий сказал, что быть довольным – это смотреть на нетленное. Четвертая сеть зла, в которой нечестиво желают уловить праведника – это отнесение заповедей десятин к служению Ветхого Завета и замена этой заповеди каким-то непонятным добровольным пожертвованием. Почему? Потому что десятина, как пастор говорит, это всегда добровольное пожертвование. Но добровольное пожертвование не всегда десятина. Малахи 3, 6, 10. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь». Это вот он скажет примерно тем людям, которые скажут, а мы думали, что это находится за чертой Ветхого Завета, там. И он скажет, «Я, Господь, я не изменяюсь». «Посему вы, сыны Якова, не уничтожились. С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», – говорит Господь Савол. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем мы обкрадываем тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в домохранилищах, чтобы в доме моем была пища, и хотя об этом испытайте меня, – говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли на вас благословение до избытка». Вот эти слова о строгости и утешении в то же самое время говорит Господь Саваоф. Господь Саваоф – это Бог воинств небесных. Эти слова говорит Личность, которая сидит на коне и за которым стоит полчища с огненными мечами. Я говорю, Господи, я все понял. Я все понял. Как-то дошло автоматически. Он говорит, хорошо. Поэтому мы должны понимать, что десятины – это всегда добровольное приношение, а добровольное приношение не всегда является десятины. Потому что в церквах учат добровольные приношения, и эта корзинка несколько раз во время служения гоняют между рядами. Почему? Потому что им не проповедуют десятины приношения. Там полностью беспорядок, полностью хаос. Соберем для вот этого, соберем для вот этого, соберем для вот этого. Послушайте, не надо говорить, для чего собирать. Надо принести к ногам апостола, и апостол сам найдет нужен, для чего собирать. Святые, кто даст? Это должен апостол получать откровение, сколько дать на эту миссию, сколько дать вот сюда и этому человеку. Это он должен определять, что вы у нас спрашиваете, что вы гоняете в корзинку. Мы должны щитить Бога десятинными приношениями и не просто давать добровольные. Сколько хочу, куда хочу и как хочу. Как она ему говорит, а сколько ты хочешь? Говорит, нисколько, куда, никуда, когда, никогда. Я говорю, ничего себе. Пятое. Сесть зла, в которой нечестиво желают уловить праведника, это подмена как цели освящения, так и условий самого освящения при сохранении внешнего вида обольстительного благочестия, в котором отсутствует истинная сила, соли благочестия, обуславливающая святость истины. Второе Тимофея 3, 5, 9. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вот это слово силы. Соли же его отрекшиеся, не имеющие соли. Иисус говорит, если соль потеряет силу, то к чему она пригодна? Он говорит, ее выбрасывают вон, вон на попрание людям. Что это происходит? Это когда человек имеет вид благочестия, а силы же его отрекшиеся, соли же не имеющие в себе. То вот он говорит, таких людей будут попирать, как грязь. Писание говорит, таковых удаляйся. К всем принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и они, и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. То есть безумие человека, который имеет только вид благочестия, но силы же его отрекшиеся, Писание говорит, вскоре обнаружится. Как и у тех. У кого у тех? Это и Ани, и Амврий. А как обнаружилось их безумие, их ложь? Вы помните, когда Моисей совершал, вот и Ани, и Амврий, это волхвы, которые противились Моисею. Когда Моисей совершал суды Божии, они повторяли точь один в один. Он ударил по воде, и она превратилась в кровь. И Фарон говорит, а? Он вывел жаб из воды, и они вывели жаб из воды, сказали, ну-ка, жабы, выходите. Жабы полезли. Но когда Моисей ударил по персти земной, и появились мошки, волхвы сказали Фарону, это перс Божий, этого никто сделать не может. Он говорит, вы что, из пыли не можете сделать мошек? Он говорит, ты что? Это творчество. Мы можем попросить жаб вылезти из реки, но из пыли сделать мошек, это перс Божий. Мы ушли, нас нету. И все, после этого казнь за казнью, творческая казнь за казнью. Здесь убивались, и убивались в конце, были убиты волхвы египетские. Но когда они были, вот это безумие их обнаружено, только тогда, когда Господь сделал «Творческое чудо». Писание говорит, неправильный пусть делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится. Правильный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. Вот где разница между человеком, который имеет вид благочестия, и на самом деле праведником. В творческом слове дотворит, даосвящается. Нечестивый не выдерживает этой формулировки. Он может только делать, но не творит. Неправильный пусть делает, а правильный, да, творит. Нечестивый пусть сквернится, а святой, да, освящается. Видите, там это слово «да». Слово «да», как пастор нас учил, там Яхвы поместил себя, то есть в делах правды. Поэтому человек, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшейся, или же не имеющей соли в самом себе, это человек, который не может творить правды и который не может освящаться согласно Писанию. Шестое. Сесть зла, в которой он честивый желает уловить праведника, это подмена порядка Царства Небесного, выраженного в структуре теократии, определяющей атмосферу Царства Божия. И чем они подменяют? Либо структурой демократии, за которой всегда скрывается порядок диктатуры, защищающей либеральные ценности и толерантности, либо религиозной диктатурой, в которой отсутствует атмосфера свободы Христовой. То есть, вот, пожалуйста, существуют две субстанции, которые противостоят порядку Божьему. Это синагога к сатаны. Во-первых, это демократическая структура, но на самом деле она диктатура, и она защищает от этой диктатуры только либеральные ценности. Вот как у нас, например, демократическое общество в Америке. И у них схотелась демократия к тому, чтобы наплевать на всех и попирать всех, а вот это меньшинство беззаконников становиться на их сторону. И говорят, это демократия. Нет, вообще-то, ребята, демократия – это голос большинства. Голос народа, будем так говорить. 99% говорят, что это ненормально, это больная голова. И 1% говорят, а мы так хотим жить. Демократия, мы должны послушать хотя бы, ну, если было 51 на 49, мы все равно должны послушать, что говорят 51%. Здесь, когда под 90% говорят, что вообще-то это какое-то безумие, то, что происходит в школах и то, что происходит в этом мире. Как можно это легализировать? И почему обычно перед выборами идет такая подтусовка, почему происходят какие-то события? Почему? Потому что, если покажут, как думает большинство людей на то, что происходит в нашей стране, будут шокированы, оказывается, только очень маленький процент людей согласен с тем, с той толерантным мышлением, которое есть. Поэтому моментально, когда приходит человек, который хочет навести порядок в стране, моментально что-то будет происходить. Сейчас опять что-то начнет происходить в нашей стране. Почему? Потому что необходимо, чтобы выборы происходили электронным путем. Почему? Потому что все средства массовой информации за либералами им нужно, чтобы сказали, что мы посчитали голоса. Какие голоса? Ведь все станции, на которые голосуют, закрыты. А вот электронная почта, вот все, подтусовочку сделали. И говорят, 51 на 49. Если сказать правильно и сделать опрос, то это будет 75 на 25. Из этих 25 они говорят, ну, конечно же, это неправильно, вот узыками вот эти законы. Там будет очень маленький процент. Поэтому демократы это практически диктатура, которая защищает либеральные ценности общества, которое поражено проказой. Либо просто есть религиозная диктатура, это она в основном присутствует в харизматических, лжах, харизматических служениях, где человек говорит, что Бог меня послал. Но он говорит, что это посланчество в тебе не видно. Я ангела видел. А можно помимо ангела еще в чем-то увидеть? Ну, хотя бы в мудрости Святого Духа, в учении, ну, в моральном облике меня ангел поставил. И дело в том, что это хорошо. Эти люди являются магнитами для того, чтобы собрать беззаконных из Церкви Божьей. Конечно же, мы не благодарим за них, но Бог использует их для того, чтобы почистить Церковь. То есть, этот инструмент, как и сам Сатана, нужен Богу для того, чтобы использовать этот инструмент. Конечно же, дьявол, не считая себя инструментом в руках Бога, он считает себя Богом. Ну, когда мы имеем дело с Богом, мы должны понимать, что мы все с вами инструменты. То есть, мы инструменты, которым творим правду, есть инструменты, которые творят беззаконие. А теперь давайте рассмотрим, в чем состоит твердость корня праведников, благодаря которому праведник выходит из сетей, в которые его желают уловить нечестивые. Дело в том, что природа твердого корня праведника это также сеть, но какая сеть, которая состоит из исповедания веры нашего сердца, в которую праведник сам уловляет самого себя. То есть, оказывается, вот этот корень праведника, это сеть, в которой я уловляю себя, то есть сеть Царства Небесного. Но эта сеть Царства Небесная, разумеется, она действует также и во мне, когда я своим исповеданием ловлю себя и становлюсь рабом Слова Божия. И называется такая сеть, в которой праведник уловляет себя царскими чертогами. Притча 30-28. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. То есть, он посредством этих сетей попадает в царские чертоги. То есть, он цепляется через ту паутинку, которая идет из его рта, и он этой паутинкой попадает в чертоги царские и пребывает в этих чертогах. То есть, вот представлено, вот здесь, в этом паучке, в маленьком, представлено, разумеется, нам праведник. Есть, конечно же, пауки подземелья, то есть, страшные пауки, которые в подземелье, они тоже плетут своим исповеданием себе смерть. Но мы те, которые находимся в царских чертогах. Итак, в противоположность шести признакам сетей нечестивых, в которые он желает уловить праведника, но попадет в нее сам, приведем шесть признаков твердого корня праведников, благодаря которому он с легкостью избегает сетей нечестивого. И вот первое. Первая твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленная ему нечестивым, состоит в полноте познания и обязательно исповедания им твердого учения, в котором он был наставлен через наставление вере. Луки 1, 3, 4 «Рассудилось и мне по тщательным исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть когда это основание является твердым в нашей жизни, только тогда, когда мы его познали и когда мы его исповедовали. Если мы познали истину и не исповедовали истину, мы не имеем твердого корня. Раз мы не имеем твердого корня, мы попадем в сети нечестивых. Поэтому, святые, что мы извлекли для себя здесь, что твердое основание корня праведника состоит в том, чтобы, разумеется, записать это учение в своем сердце, которое было очищено от мертвых дел. Познать его и обязательно исповедовать его. А познать его это не просто поместить его в сердце. Познать это значит этим словом обновить свое мышление. Обновить свое мышление это значит понять это слово. Надо понять это слово. Недостаточно просто туда положить его в сердце. Все-таки мы ложим на этом золотом столе хлебов предложение слова для того, чтобы в следующую субботу снять его и кушать его семьей священников. А это происходит о том, что мы поняли это Слово, которое лежало при лицом Господа, и которым он питался, и потом, когда Господь напитался, когда Господь напитался, в следующую субботу он говорит, а теперь снимай эти хлебы, и теперь ты поймешь то, о чем я тебе говорил. И когда ученики были, он наедине объяснял им значение притч. Они не сами доходили. Они в эту же субботу, в присутствии Иисуса Христа, получали все ответы. Поэтому мы должны понимать, что мы должны познавать, и, разумеется, исповедать Слово Божие, иначе мы окажемся в сетях нечестивых. Второе. Твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит. В наличии печати Бога познал Господь своих, имеющихся в его сердце, которые Бог положил на твердом основании, обусловленного учением Христовым. Второе Тимофея 2,19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих». И не только. «И да, отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». То есть познание Господа определяется по нашей способности отступить от неправды. А отступить от неправды – это посредством твердого учения выйти из сетей, приготовленных нечестивым для праведника. То есть отступить от неправды. Это невозможно, если мы не познаем Господа в его правде. Третье. «Твердость корня праведника, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в наличии твердого утешения, исходящего от имеющейся в его сердце надежды, которая содержит в себе сокровище крови Христовой и силу Креста Христова». То есть сокровище крови Христовой и силу Креста Христова. Евреям 6, 18, 20. «Дабы в двух непреложных вещах». Вот вас спросят. Скажи, пожалуйста, о каких двух непреложных вещах здесь говорится? Здесь говорится о хлебах и говорится о крови Господа Иисуса Христа. Говорится о крови Христовой и о силе Креста Христова. Кровь и Крест. Кровь и Крест – это две непреложные вещи, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегшей взяться за предвлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшая зазавесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека». То есть посредством вот этих двух вещей, непреложных вещей, в которых Богу невозможно было солгать, это учение о крови и о кресте Христовом. Не просто о крови. О, у меня кровка. Нет. Эта кровка должна кечиться креста. А что такое крест? Крест – это вообще-то смерть, это казнь. Это казнь. Кровь Христа и сила креста Христова – это две непреложные вещи. И здесь мы должны помнить, что наследие в истине крови креста Христова находится... Наследие находится в истине крови креста Христова. А вот ключ к наследию, который находится в крови креста Христова, находится в учении о крещениях, то есть в истине о Кресте Христовом. Итак, две непреложные вещи – кровь Иисуса Христа, куда ложится наше наследие, и истина о Кресте Христовом – это ключ, посредством которого мы открываем наше наследие. То есть входим и получаем древо жизни, проходя через 12 жемчужных ворот. Истина о Кресте Христовом – это наше наследие, а истина о Кресте Христовом – это ключ, который открывает наше наследие. Четвертое. Твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в наличии дерзновения и упования пребывающего и сохраняющего в его сердце, которым он хвалится. Евреям 3, 6. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Дерзновение и упование – это может выразить себя только через поведание наших уст. И, конечно же, когда мы говорим, что у меня есть дерзновение и упование, то, как вот мы пели сейчас песень, и вот последние стихи были добавлены нашим пастырем, то там написано, что мы можем уповать только на надежду, которая имеет свое место в нашем сердце. И когда мы уповаем на надежду, то есть на учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, мы можем уповать, то мы должны уповать как? С дерзновением. И вопрос, а как уповать с дерзновением? Уповать с дерзновением – это значит исповедовать веру своего сердца, когда это исповедание станет нашими господами и поможет нам исполнить то, что мы исповедовали. Поэтому не заканчивается все на исповедании. Исповедание нужно для того, чтобы показать Господу, у нас есть дерзновение и упование на ту надежду, которая находится в нашем сердце, помоги нам исполнить то, что мы должны сделать, чтобы наследовать все то, что Ты положил на наш счет в Иисусе Христе. И он говорит, я могу это сделать, потому что ты только что возвеличил Слово Мое, как я возвеличил для себя, и ты стал рабом Слова. И теперь мне будет очень легко с тобой работать. Практически Бог ничего не сможет для нас сделать до тех пор, пока мы не станем рабами Слова Божьего. И мы не сможем стать рабами Слова Божьего, как мы научим до тех пор, пока мы не исповедуем его формате веры нашего сердца. И как только мы исповедовали, Бог говорит, все прекрасно, теперь ты раб этого Слова, и мне очень легко с тобой работать. Ты глина, с которой можно что-то делать. А когда мы не исповедуем, мы ждем, ну когда Дух Святой что-то сделает для меня? Ну когда у меня поменяется характер? Ну чтобы он поменялся, надо что-то делать. Надо исповедовать. Надо так, чтобы это слово стало частью нашего исповедания, и мы стали арбами слова, и тогда мы являемся тем материалом, с которым Дух Святой что-то может делать. Пятое. Твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в постоянном освящении своего посвящения, в котором праведник постоянно приносит плод святости. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3-8 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. «Итак, не покорный, не покорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святаго». То есть здесь нам представлено о том, что необходимо освящение. И освящение, как мы с вами научены, оно состоит из двух вещей. Во-первых, освящение. Мы отделяемся от греха и посвящаем себя Богу. И второе освящение позволяет нам сохранить наше посвящение. То есть желательно, чтобы к моменту прихода Иисуса Христа, чтобы вот именно у нас вот это второе освящение, не освящение первичное, которое отделяет нас от греха, от нечестия, как здесь написано, написал апостол, «Освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, от всякой нечистоты». А вот именно чтобы мы отделились уже от всех вот этих грешных вещей и посвятили себя Богу. И перешли во вторую фазу освящения. Это только сохранить свое посвящение. Только сохранить свое посвящение. Ну, никто не исключал вот эту форму освящения, когда мы согрешаем. Я согрешаю, мы согрешаем, разумеется. Мне нужна и та форма освящения, и другая форма освящения. Но дело в том, что мы не грешим. Мы вот скоро будем молиться, и мы должны понимать, что мы не грешим. Потому что когда мы говорим «грешим», то это говорит о том, что ветхий человек в нашем естестве является нашим господином. Еще не отрублена его голова. То есть необходимо эту голову снести для того, чтобы мы могли уже не грешить, а согрешать. То есть мы согрешаем, то есть согрешаем, а не грешим. То есть грешим, потому что мы еще не пришли в мир полного возраста Христова. И, разумеется, мы нуждаемся в форме освящения, когда мы каемся. У нас есть за что каяться перед Богом. И сохраняем также свое посвящение, которое мы уже имеем. То есть мы достаточно уже много чего отвоевали о смерти. И уже есть за что благодарить Господи. Но я уже поменялся во многих вещах. У некоторых я еще буксую, хромаю. Но, учитывая то, как мы уже поменялись с вами, то у нас есть достаточно много сфер, достаточно много городов, которые уже не являются хананской землей, а являются уже землей Израиль. У нас уже очень много завоеванных городов и территорий, которые являются Господними. И все необходимо нам делать это через освящение, сохранять посвящение. А есть некоторые территории и города, где необходимо продолжать воевать. Это нормально. Это нормально. Пока части тикают у нас на ручки, и это все еще нормально. Можно продолжать работать в этом вопросе. И шестое. Твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в любви к правде и к ненависти, к беззаконию. Евреям 1, 9. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твоим и леем радости, более соучастников твоих. Таким образом, назначение праведности в сердце человека призвано устроять сердце человека не только в твердыню Господню, в которую не может проникнуть зло, но и в оружие воинствования, которым можно разрушать все твердыни врага. Эту проповедь можете более обширно послушать. У пасты это был июнь, 4 июня, 17-й год, воскресенье. Вы подчеркнете очень много полезного, потому что я говорю немножко в таком сокращенном формате, чтобы вложиться мне в то время, которое у нас есть. Поэтому, святые дни, мы сейчас будем молиться, и я призываю на это место каждого святого, каждого праведного человека, который хочет осветиться. И как мы сказали, что у нас есть достаточно много сфер, которые нам необходимо просто сохранить, но есть еще сферы, есть города, есть целые территории, на которых еще пребывают наши враги. И мы должны понимать, что мы должны этих врагов всех сфокусировать на землю или же место Израиль. Израиль – это последняя битва между нами и нашими врагами. И, разумеется, они туда соберутся только тогда, когда мы сможем показать в своей жизни, что у нас есть Христос, у нас есть этот Гидеон. У нас есть человек, который принял учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и этим учением упразднил учение, которое было против нас, и сделал его своим другом и своим мечом. И теперь этот человек получил законное право, с законом умереть для закона. то есть теперь самому сораспятся со Христом. То есть есть часть, где Христос распят за нас, и есть часть, где мы сораспинаемся со Христом, для того, чтобы получить право на Его наследие. мы будем ждать вас у алтаря. И, разумеется, и есть часть, где мы нашли нахождение. И, разумеется, и есть часть, где мы нашли нахождение. И, разумеется, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас Он не против нас Он возлюбил нас вечной любовью Он даровал нам дело своего искупления Он стал между нами и нашими врагами Чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты Руки воздеты к небесам Это знак того, что мы готовы принять от Господа Что Он хочет нам дать Молитесь вместе со мной Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе И на этом святом месте В собрании святого народа Твоего Я раскрываю мое сердце Чтобы Ты мог увидеть мою боль Мое страдание Мою рану Нанесенную грехом и похотью Которые я ненавижу И от которых я отрекаюсь Я прихожу к Тебе С моей зависимостью Запинающим грехом Болезнью Страхами Попранной честью И поруганным достоинством Прошу Тебя Прости меня Омой меня Очисти мою рану Исцели меня Восстанови меня Защити меня Кровью Сына Твоего И прямо сейчас Перед небом и адом Я хочу исповедать Что согласно Твоего Слова Я омыт Я очищен Я исцелен Я восстановлен Я оправдан Я спасен Прощаются грехи Ваши И беззакония Ваши Во имя Иисуса Христа Да благословит Тебя Господь Да презрит меня светлым лицом Своим И помилует Тебя И додаст Тебе мир Да падут вокруг Тебя Тысячи и десятки тысяч Одеснует Тебя А к Тебе не приблизится Да придут на Тебя благословения Гор древних и холмов вечных Да придет все это на Тебя И на все потомство Твое И весь народ Да скажет Аминь То есть это у нас есть достаточно зерна Которое необходимо нам Толочь И работать В Тачиле То есть это как раз те откровения Которые нам помогут взять то наследие Которое мы имеем в Иисусе Христе И как пастор сказал Иисусе Христе Он победит антихриста Победит лжепророка Но мы должны сегодня уже сейчас по времени Совершить эту битву в Армагеддоне нашего естества И поразить нашего антихриста И победить нашего лжепророка И не спровергнуть их А потом мы будем получать власть от Иисуса Христа Связанного дракона В лице ветхого человека С шумом не спровергнуть из нашего естества И вот в прославленном виде Встретить Господа Иисуса Христа То есть все эти события Которые написаны в книге Откровения Они уже сегодня приходят в кульминацию Не просто в исторических Сейчас только начинаются разворачиваться эти события О чем это говорит? Эти события уже сворачиваются В Церкви Божьей, в сердцах святых Они приходят к кульминации А в мире в этом все только разворачивается Это эхо, что происходит в нашем естестве Закончим нашей неизменной манифестацией Могущим уже соблюсти нас от падения И поставить перед славой своей Непорочными в радости Единому, премудрому Богу Спасителю нашему Через Иисуса Христа Господа нашего Слава и величие Сила и власть Прежде всех веков Ныне и во все веки Аминь Продолжение следует... Продолжение следует...